Магаданская областная библиотека Мероприятие молодежный флешмоб «Крым наш». В честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией ученики 30-х гимназии в составе проекта «Молодежка ОНФ» провели праздничную акцию. Крым наш! Сегодня мы провели флешмоб, который хотим передать по другим регионам. Флешмоб заключался в том, что мы выстраивались в виде сердца и российского триколора. Все мероприятия были пронизаны характерным крымским колоритом. Открывая праздничные мероприятия, губернатор Магаданской области Сергей Носов продекламировал стихотворение Константина Фролова-Крымского, которое он впервые услышал при их личной встрече. Я считаю, что это было очень эмоционально, очень интересно. Вот с таким подъемом, что я воспринял это стихотворение и эти слова. Константин Фролов, Крымский. Милые заморские соседи, сытые в вальяжные, как боги, не будите русского медведя, пусть он мирно спит в своей берлоге. Я предлагаю вам всем почитать. Кроме стихотворений, губернатор Магаданской области рассказал о своем опыте крымско-колымского взаимодействия. В праздничной атмосфере гости мероприятия смогли прикоснуться к многовековой культуре Крыма и вдохновиться праздником Крымской весны на Колыме. В здании муниципального центра культуры в музее галереи боевой славы в рамках выставки-инсталляции «Крымская весна» состоялась экскурсия для студентов Магаданского политехникума. Сегодня во всей стране проходят встречи, посвященные Крымской весне. В музее галереи боевой славы, мне кажется, ни на день не прекращается разговор о возвращении Севастополя, о возвращении Крыма в состав России, потому что мы никогда не забывали о том, что Севастополь – это город-герой. Весна, Крымская весна началась 9 мая 1944 года. В день освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. И вот этой исторической памяти мы учим детей, учим подростков, учим молодёжь. На выставке представлены различные экспонаты из Крыма военных лет. Подростки узнали ряд исторических фактов о Крыме времён Великой Отечественной войны. В Магаданском колледже экономики и сервиса прошёл тематический мастер-класс по приготовлению национальных татарских блюд. Татары являются коренным народом полуострова Крым. В честь седьмой годовщины Крымской весны юные кулинары имели возможность не только приготовить национальные блюда, но ещё и углубиться в подробности их изобретения. Чак-чак очень прост в изготовлении и минимальное количество продуктов входит в его состав. То есть это мука, яйца и готовится всё это на растительном масле. Согласно легенде, хан Булгарии искал новое блюдо, которое было бы простым и праздничным, долго не портилось и при этом было питательным. И самое главное, чтобы блюдо являлось символом народного единства. Таким блюдом и стал чак-чак, искусство изготовления которого позднее освоили татары. Сегодня же студенты колледжа научились готовить это символическое блюдо. Помимо десерта студенты также приготовили эчпочмак – духовые пирожки с говядиной и картофелем. При соединении Крыма к России мы готовим национальное татарское блюдо, эчпочмак. Очень интересное и увлекательное. По словам преподавателей колледжа, не только в этот день студентам подробно преподают историю происхождения блюд. В детях воспитываем дружбу между национальностями. Сейчас это актуально в наше время, поэтому у нас здесь разные тоже учатся дети. Поэтому стараемся внести в уроки не только вот именно приготовить, но и воспитательные моменты. В Магаданском колледже экономики и сервиса регулярно проводятся мастер-классы, посвященные различным темам и событиям. Крымская весна в этом году стала еще одним шагом к единству и сплочению народов. На заседании правительства Магаданской области сегодня рассмотрели стратегию развития туризма в регионе до 2035 года. Как признала министр культуры и туризма Колымы Людмила Горлачева, развитию этого направления мешают ряд проблем. Недостаточно информирования о внутренних туристических направлениях. Есть у нас такая проблема. Их много, я укажу только несколько. Дефицит качественной круглогодичной туристической инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров в бизнесе и государственном управлении. Основными инструментами поддержки отрасли и мероприятиями будут являться развитие туристической инфраструктуры и создание качественных турпродуктов. Совершенствование управления в сфере туризма и создание территориальных планов туристического развития. С точки зрения министра культуры и туризма Колымы, наиболее перспективные туристические объекты – это кластер Магаданский, строительство Марины в бухте Нагаева, туристический центр на острове Завьялова, санаторий Талая. Завершат разработку стратегии в сентябре этого года. С учетом того, что разработкой стратегии развития туризма в Багаданской области занимается национальный лидер. Во-первых, у вас там вот здесь, на слайде, 4700 рабочих мест. У вас слева от вас находится целый министр труда и занятости, значит, товарищ Кучеренко. Хотелось бы, чтобы параллельно с этими амбициозными целями, которые мы провозглашаем, то есть параллельно мы знали, как их достичь. Если 4700, кто это люди, значит, где они сейчас находятся, значит, готовы ли они работать в этой сфере. Но прежде всего развитие туризма, если мы реально собрались этим заниматься, а мы вроде бы собрались заниматься этим по-взрослому, по-серьезному, он требует развития или приведения в порядок, в нормативный порядок инфраструктуры муниципальных образований. Потому что турист, приехавший один раз, По мнению главы региона, развитие туризма в Магаданской области невозможно без изменения отношения к своему родному городу, его облику. Также Сергей Носов высказался за направление на учебу и повышение квалификации местных кадров на базе университета национального лидера. Попытка воссоздать на Колыме один из олимпийских видов спорта удалась Дмитрию Плотникову, президенту Федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта. Уже пять лет в Магадане им ведется активная деятельность по развитию спортивной стрельбы. За эти годы было приобретено все необходимое для обучения взрослых, а также детей. Есть специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями. Это необходимо в особенности детям для их дополнительного развития и социализации. В основном Федерация существует на денежные средства, получаемые в виде различных грантов. Благодаря участию президентских грантов мы смогли немножко графику расширить. Раньше мы занимались только магаданскими спортсменами, развивались здесь. Сейчас, благодаря финансированию, то, что мы с грантов получаем, у нас получилось привлечь к занятиям уже и поселки области. В этом году Федерация планирует достроить тир в микрорайоне Дугча. Этот тир будет предназначен для стрельбы из огнестрельного оружия. Появление этого спортивного объекта позволит как привлечь новых учеников, так и повысить уровень навыков подопечных Федерации. На самом деле быть стрелком довольно сложно. Не каждый сможет и пяти минут на вытянутой руке удерживать пистолет весом в полтора килограмма. Выдержка, дисциплинированность, хладнокровие – это не все черты характера, которые помогают развивать спортивная стрельба. И только на первый взгляд этот вид спорта кажется простым и легким. Поставить твердую руку и развить меткость вам помогут опытные тренеры Магаданской Федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта. Большое интервью с руководителем Федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта Дмитрием Плотниковым читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Вечерний Магадан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова